Здравствуйте! В прошлой теме мы узнали, что такое Spring Framework и из каких модулей он состоит. Также мы создали простое приложение без использования Spring и посмотрели, какие у него есть проблемы. Давайте теперь разберем, как мы можем решить все эти проблемы. Во-первых, все статические данные желательно вынести во внешние файлы. Любую статик информацию, имя пользователя, название файлов, имена серверов, ну и тому подобное. Любая информация, которая, возможно, когда-нибудь изменится, все во внешние файлы. Это может быть либо Property файл, либо Spring конфигурация, это не важно, лишь бы не в Java коде. Желательно в текстовом файле, который можно будет легко посмотреть, изменить, ну и закоммитить в SVM. Дальше. Разъединение на интерфейс. Это то, что поможет избежать сильной связности. То есть, если у вас есть какие-либо сервисные классы, то вы можете вызвать их методы через интерфейс. Таким образом, ваш какой-то конкретный класс не будет зависеть от конкретной реализации, а только от интерфейса сервиса. Конечно, с интерфейсами не надо перегибать палку и создавать интерфейс на каждый класс. Особенно для тех классов, которые только хранят информацию. Ну, например, класс клиент, который мы создали. Интерфейс – это, конечно, хорошо. Но создав интерфейс, все равно придется создавать какую-то реализацию. Или сделать так, чтобы реализацию нам кто-то подсунул. Для этого даже есть название – внедрение зависимости, ну или dependency injection. Идея в том, что вы не пишете new для создания класса, а получаете готовый экземпляр класса, созданный кем-то. В нашем случае этот кто-то – это будет Spring Framework. Но вообще существуют и другие фреймворки, которые могут выполнять то же самое, когда вы их используете. Как это будет выглядеть? Ну, например, вот так. У нас есть класс app. У него есть все те же самые функции, те же методы. Но класс не создает клиента или логгера, а он их получает. А к логгеру он обращается через интерфейс. Таким образом, app не знает, какой логгер он получит, что позволит нам изменить функциональность в случае необходимости. Такой подход позволяет решить, ну, собственно, все проблемы, которые были в нашем приложении. Хотим тестировать класс app? Не вопрос. Подсовываем ему какую-то тестовую реализацию логгера и тестируем метод logEvent в изоляции. Надо масштабировать, да без проблем. Подсовываем реализацию логгера, который умеет работать масштабно. И все, что требуется, это только рестарт приложения. Давайте теперь немного переделаем ваше приложение. Создайте интерфейс EventLogger. Сделайте так, чтобы консоль EventLogger реализовал его. Уберите вызовы NewClient и NewConsoleEventLogger. То есть мы не будем непосредственно создавать объекты этих классов приложений. Добавьте в класс app конструктор, который будет принимать на вход клиента и объект, реализующий интерфейс EventLogger. Теперь давайте посмотрим, каким же образом мы получим реализацию объектов клиента и логгера. Кто нам их создаст? Этим будет заниматься SpringContainer. Он будет наши классы создавать, делая New. Он будет их между собой соединять, передавать один другой. А дальше вы будете к нему обращаться за необходимой информацией. То есть он создаст объекты классов, которые вы опишите. Данные объекты в Spring называются бинами. Бин переводится как фасоль, ну или бобы, которые обычно хранятся в банке, которая называется контейнер. Ну отсюда и все названия. Дальше. Spring проинжектит нужную зависимость. То есть он поймет, что нужно клиента и логгера засунуть в ВПП. Возможно другие объекты также между собой соединит. Проверит, чтобы не было циклических зависимостей. И все. Объекты живут, зависимость у них есть. Осталось только к нему обратиться. Наше приложение обратится к SpringContainer. В вежливой форме попросит у него определенный бин. А дальше будет вызывать его методы. То есть теперь, если нам нужен какой-то объект, то мы не создаем его, а обращаемся к контейнеру, чтобы его получить. Либо делаем навигацию по графу объекта. То есть получаем первый, через него получаем следующий, ну и так далее, и так далее. Обращаться к контейнеру нам в основном понадобится только в исходной точке нашей программы. Остальные объекты получат другие бины через внедрение зависимости. Как же Spring поймет, какие ему объекты создавать? В Spring для этого используется XML-файл. В нем содержится описание контейнера, то есть тех бинов, которые вы хотите создать. Кроме XML можно также использовать аннотации. Им и вы отмечаете классы, которые станут бинами, а также места, где их надо проинжектить. В принципе, конфигурацию Spring полностью можно описать и без XML, используя для этого только Java-код. Но этот холивар о том, что же лучше конфигурация в XML непосредственно в коде, мы затрагивать не будем. Просто знайте, что Spring может удовлетворить всех. Как же выглядит этот XML-файл? Ну, приблизительно вот так. Много букв и все что-то означает. Давайте рассмотрим его по частям. Главным образом вы определяете тег бинс, а внутри него уже остальные бины. Также в этом теге указываются, какие XML-схемы мы будем использовать. Основные схемы, которые нужно подключить, это перечисленные здесь. Без них ничего работать не будет. Дальше вы определяете ваши бины, назначаете им какие-то ID и указываете класс, объект которого вы хотите создать. Давайте создадим в нашем проекте файл Spring-XML с таким содержанием. Файл создайте в каталоге ресурсов, например, в SRC Main Resources. Чтобы не переписывать все эти описания и схем, пример файла можно найти в материалах данной темы. Не забудьте также указать ваши полные имена классов, так как они могут не совпадать с тем, что есть здесь. Конечно, вы также можете использовать магию ваших IDE, которые при наличии нужных плагинщиков умеют сами создавать конфигурации. Но рекомендую хотя бы один раз написать все ручкой, чтобы лучше запомнилось. Спасибо за внимание.